Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Содержание обновить, внешний вид сохранить. Усадьба дворянского рода Желтухиных планируют реконструировать. Глэмпингу быть, а прокуратура проконтролирует. Ведомство осуществляет надзор за строительством. День города растянулся на два. Расскажем подробную программу мероприятий. Усадьба дворянского рода Желтухиных находится в Захаровском районе. Построили ее в конце 18 века. Сейчас имение носит статус объекта культурного наследия и ее планируют обновить, сохранив исторический облик. По поручению президента России к 2030 году необходимо восстановить около тысячи памятников. От Рязани подали заявки на реконструкцию 80. Пока отобрали лишь три объекта, судьба которых изменится. Один из них – усадьба Желтухиных в Захаровском районе. Об остальных рассказал вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов. Один из них, где мы с вами находимся. Второй объект – это усадьба Корзинкиных-Никитиных в Рыбновском районе и дом Барковых в Касимове. И также еще 24 готовых у нас инвестиционных паспорта во второй этап. Поэтому мы надеемся, что они тоже туда войдут. И, соответственно, уже порядка почти 30 объектов будет восстановлено до 2030 года. Владельцами этой усадьбы, которую сейчас осматривают СМИ, потенциальные подрядчики и представители власти, когда-то были представители дворянского рода адмирала Желтухина. История этой семьи тесно связана с Рязанской областью. По словам историка Михаила Коробко, имя владельца упоминалось в записках рязанского помещика графа Михаила Бутурлина. Имение пока мало изучено, но, очевидно, это уникальный памятник. Это такая классическая русская усадьба, воспетая литераторами от Пушкина до Бунина. Все, что они писали про русскую усадьбу, это имелся в виду дом с колоннами, с колонным портиком, с двумя флигелями, которые образуют парадный двор. Это очень интересный для региона памятник архитектуры. Таких, в общем, тут не так много сохранилось. Это русская усадьба в ее классическом виде. Это памятник стиля классицизм, достаточно любопытный и интересный. Сейчас усадьбу готовят к консервации. Но все же за строительными лесами можно увидеть часть здания с четырьмя колоннами из красного кирпича. Если поднять глаза, можно увидеть капители из белого камня, а на фасаде высокие окна с полочками, сандриками и лепниной. С другой стороны усадьбы есть выход к пруду. Там шесть колонн, плюс пилястры по краям. На другом берегу пруда находится Воскресенская церковь, которая раньше тоже была деревянной, но потом стала каменной. Сам пруд интересен. Его специально выравнивали. Линия пруда, которая со стороны дома, она идет параллельно. В самом пруду были насыпаны специально два маленьких островка, и на них стояли беседки, куда можно было припрыгнуть на лодке и уединиться. Историк Михаил Коробко отметил, современные люди живут в мире уходящей натуры. И тем более важно сохранить как можно больше. Еще остались уникальные образцы архитектурного творчества, которые демонстрируют примеры различных стилей в архитектуре русской усадьбы. И у наших потомков еще есть шанс увидеть это наследие во всей красе. И вот эта красота, может быть, она сейчас выглядит не самым лучшим образом, но после реставрации она вернется нам в своей подлинности, как ее видели наши прадеды, прабабки и так далее. То есть мы ощущаем себя частью истории. И, собственно, для того, чтобы это было, мы, собственно, и должны главным образом сохранять прошлое. Дальнейшая судьба усадьбы Желтухиных пока неизвестна. Возможно, здесь появится база отдыха или гостиница. Главное условие для будущего подрядчика – воссоздать исторический облик. Возможно, через несколько лет это место станет центром притяжения туристов не только Рязани, но и всей страны. Анастасия Альдмитриевимов, телекомпания «Город». В Рязанской области скоро откроется глэмпинг. Живописные виды ОКИ, Есенинская Русь. В общем, говорят создатели, обещается быть здорово. Так ли это узнала наша съемочная группа вместе с прокуратурой? Домик рассчитан на два человека в базовом размещении и с дополнительными местами до четырех человек. То есть у нас есть спальня двухместная отдельно, комната в середине отдыха, где будет диван, который может трансформироваться в двухспальное место. И зона санузла, душ. По сути, все удобства отеля, как минимум трехзвездочного, здесь будут предоставлены. Это внутри. А стены, клееный брус, то есть дополнительной отделки не требуют. При этом сам материал крепче обычного. Так будет выглядеть только один из 21 домика для глэмпинга, который прямо сейчас строят в селе Новоселке Рыбновского района Рязанской области. Как только это место мы увидели, сразу у нас сошлись все звезды. И очень оно нам подошло. Считается три основных составляющие для удачного места. Это лес, вода и возвышенность. Там горы, либо возвышенность, холм. В нашем случае у нас великолепная березовая роща. Такая строевая, скажем так, молодая строевая. У нас буквально в 500 метрах от нас русло Аки. Мы с противоположной стороны от села Солочи находимся. И у нас возвышенно здесь высокий берег Аки. Глэмпинг – это разновидность кемпинга. Только если последний отдых с палатками в окружении дикой природы, то в данном случае от благ цивилизации можно не отказываться. Идея такого отдыха зародилась в Британии в 2005-м, а до России добралась 11 лет спустя. Кстати, первый глэмпинг тогда появился на берегу Аки. Как и сейчас. В рамках национального проекта средства выделялись на некапитальные средства размещения и обеспечивающую инфраструктуру. На сети инженерные, куда можно было деньги именно направлять. В нашем случае более 30 миллионов было выделено. Не буду сейчас с копейками все считать. И софинансирование должно быть со стороны компании, которая запрашивала субсидию, не менее 50%. То есть, по сути, 60 миллионов плюс – это минимальная сумма, которая будет потрачена. А в наших желаниях, возможностях потратить гораздо больше. А раз это национальный проект, то и надзор ведется соответствующий. Сегодня строительную площадку будущего глэмпинга посетили сотрудники природоохранной прокуратуры. На момент проверки о ресурс заключены договоры на поставку 21 туристических модулей. Заключен договор на обеспечение места реализации проекта энергоснабжением. Смонтировано 21 свайное поле. Собраны туристические модули. Ведется утепление теплового контура. Проложены инженерные коммуникации. По результатам проверки директору общества объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при реализации национального проекта «Туризм индустрии гостеприимства». График работы есть. Первый этап должны закончить уже в августе. А второй – полностью подготовить дома, чтобы в них можно было жить к концу декабря. Но, говорят, постараются сдать раньше. А если не получится даже вовремя, то в дело вступит прокуратура. Ведомстве отмечают, что в случае нарушения федерального законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования. В руки следователям попало уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Внимание к нему привлекли администраторы телеграм-канала. Обвиняемый, как оказалось, проживал в Рязанской области. Более подробно – далее в сюжете. Вот такой пост в своем телеграм-канале опубликовала группа «Русская община Азов». Говорится здесь про онлайн-магазин «Лавка эзотерики». Его владелец выставил на продаже иконы, только заметно их видоизменил. К легкоугадываемым ликам святых были приделаны рожки, а текст в книжках, которые те держали в руках, гласил уже не о боге, а о тьяволе. Сколько такие изображения стоили, сейчас остается загадкой, которую разгадывать-то и не хочется. Да и вряд ли получится. К этому делу авторы телеграм-канала привлекли внимание Следственного комитета. Следствием установлено, что обвиняемый в одном из маркетплейсов разместил объявление о продаже предметов псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности, в которых используются образы православных святых с элементами, сходными с экстремистской символикой до степени смешения. Своими действиями обвиняемый оскорбил религиозные чувства верующих, являющихся пользователями информационной телекоммуникационной сети интернет. А вот обвиняемый на допросе. Да, говорит, в комментариях писали, что товар оскорбительный, но не прислушался, проигнорировал. Понимали ли вы, что объявлениями о продаже уж указанных предметов вы осуществляете публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления чувств верующих? Да, понимал. В данный момент я очень сильно раскаиваюсь. Сам сходил в церковь на причастие. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Доказательств собрано достаточно. Напомним, максимальное наказание по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации оскорбление религиозных чувств верующих до 1 года лишения свободы. Прокуратура Михайловского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в период с октября 2019 года по декабрь 2020 года руководитель двух медицинских организаций через посредника передал должностному лицу районной больницы более 150 тысяч рублей. Денежные средства передавались за оказание содействия в беспрепятственном заключении договоров и государственных контрактов на поставку продукции медицинского назначения. Прокуратуре района в отношении коммерческих организаций возбуждено два дела в административном правонарушении. По результатам рассмотрения организации оштрафованы на общую сумму 1 миллион рублей. Ранее судом был вынесен приговор по делу о получении взятки. День города в Рязани пройдет 30 августа. Точнее, стартанет. Мероприятие для горожан подготовились с запасом, так что хватит и на субботу, говорят в администрации. Вопросов к празднику было много, и в нашем материале мы ответим на самые важные, например, ждать салюта или нет. День города начнется в пятницу в Центральном парке культуры и отдыха. Перед зеленым театром развернется интерактивная программа «Рязанский косопус» и «Швец», и «Жнец», и «Надудей», и «Грец». В ней примут участие все творческие коллективы Рязани. Как рассказала начальник управления культуры администрации города Рязани Надежда Майорова, программу составили так, чтобы интересно было всем. Предусмотрены даже такие штуки, как аквагрим для деток и визаж для мам, подвижные игры для деток и расслабляющая гимнастика для пап, и для бабушек, и для дедушек, и для наших прекрасных гостей. Для любителей юмора уже традиционно. В Рязанском дворце молодежи пройдет музыкальный кубок КВН. Специально к этому дню авторы придумали песню «Косопуза», которую персонаж исполнит на площадке перед ЦПКО. Надежда Майорова приоткрыла для нашей редакции небольшую тайну. По ее словам, в роли рязанского «Косопуза» выступит любимый публикой артист театра драмы Андрей Блажилин. Думаю, это имя знакомо всем рязанцам. И уже вечером того же дня на Лыбецком бульваре выступят Ольга Кормухина и Алексей Белов. О безопасности на концерте позаботились. Проход строго через металлодетекторы. Обратим внимание, что бутылки с питьем брать с собой не стоит. Их попросят оставить на входе. Но протажа напитков обязательно будет организована на площадке. Следующий день будет не менее насыщенный. Праздник займет весь Лыбецкий бульвар. От цирка до стадиона «Спартак». Все желающие, кто еще не увидел наш прекрасный Лыбецкий бульвар, увидят его во всей красе. От цирка до Астраханского моста будет зона рязанского гостеприимства. Будет прекрасное гастрономическое шоу. Шефы ведущих ресторанов представят свои уникальные блюда. Будет большой 100-метровый пирог, бесплатный для рязанцев, большая сковорода, салатный батл. В субботу центральные улицы города разделят на несколько зон. Так, расстояние от Астраханского моста до Брюссиирского моста станет локацией Забавы, Касапуза, Авдоти и Евпатия, Калаврата. Как отметила Надежда Майорова, для этой зоны продуманы и модные дефиле, и лекции для эрудитов, и интерактивные площадки рязанских музеев. Основная же сцена расположится около цирка, где жители и гостей города ждет множество сюрпризов. От танцевального марафона с участием рязанских коллективов до выступления звезд федеральных каналов, каких именно организаторы пока держат в секрете. А также в рамках Дня города пройдут рязанский рыбатлон, шоу-турнир по ММА «Битва 9-2-9». В торговом городке камерный оркестр под руководством Сергея Георгиевича Проскурина исполнит всем известные композиции в рамках Патриотического вечера в поддержку жителей Курской области. На этот концерт будут приглашены куряне, которые располагаются в пунктах временного размещения в настоящий момент времени. Завершится двухдневный праздник открытием памятника Олегу Рязанскому и запуском светового шоу «Фонтане на Московском». Начальник управления культуры поделилась. Программу Дня города старались построить таким образом, чтобы она была душевной, семейной, и все смогли почувствовать себя одной большой, дружной рязанской семьей. Подробную программу мероприятий можно увидеть на сайте и в соцсетях администрации города. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова